Филиппинский Песо 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 Но для того, чтобы это сделать, у них должны быть товары, которые они могут продать другим членам Союза. А это означает, что им нужно расширять производственную базу, а также усовершенствовать инфраструктуру, которая так необходима развивающейся экономике. Например, один из моментов, который позволил филиппинам занять место в Конгрессе Союза – это реформа транспортной отрасли и сферы логистики. То есть филиппины планируют наладить поставки и увеличить объёмы торговли. Задержки в законодательном процессе по поводу внедрения этих изменений могут негативно сказаться на экономике и на отношениях этой страны с партнёрами. Стоит также отметить, что с дипломатической точки зрения филиппины изменили своё отношение к ситуации в Южно-Китайском море. На самом деле не существует готовых решений этой проблемы. Филиппины призывают к вмешательству со стороны ООН и других международных организаций, а также к проведению переговоров, в ходе которых можно будет найти решение этой проблемы. Но, конечно, такая проблема не может быть решена в один день. Как я уже сказал, для Филиппин, как и для других стран Юго-Восточной Азии, этот год будет очень значимым. Но для этой страны ключевым моментом станет кардинальное изменение политики действующего президента. И это может стать проблемой не только для экономики, но и для всей страны в целом. Вильям, спасибо за ваши комментарии. Оставайтесь с нами. И вскоре Джессика Уокер представит вам очередной выпуск сырьевого прогноза для пары американский доллар – бразильский реал. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok